Советский Союз это миллион семьсот двадцать тысяч пар валенок. Такого количества валенок для Советского Союза не надо. Это однозначно. Мы всегда, директора, воевали с главком, а главку Госплан спускал в планное изготовление, соизмеряясь одним им ведомым, каким-то прогнозом и стратегическим планом, ну, наш главк опускал там 15-16 миллионов пар валенок в год. Представьте себе, это чудовищное количество, это износить невозможно. Ну, самое интересное, например, доброй куклы, эти валенки купить было невозможно, и нам запрещено было, так скажем, отдавать в систему потребительских операций, куда-то, в общем, торговую сеть, своей же продукцией, вот там, под угрозой партийного выговора, там, на каком-нибудь ярмарке по тем временам, там, сто-двести бар, там, ну, с таким прошением через райком. Можно было выкидать. Ну, это примерно 7 с лишним тысяч бар валенок в сутки. Конечно, в три смены. Ну, я не скажу, что плохая организация ТУ-2 была на фабрике. Нет, совершенно. Ну, вообще фабрика, она в самом себе всегда была передовой, переходящей к красной замене, там, в своей, в свою систему была поощрение. Всегда передовые методы разрабатывались, конвейеризация, там, ну, до Петушиного Крика меня некоторые вещи доводили в своей работе. Невзирая на такую систему, инженера тоже думали, работали, облегчали, как могли, труд рабочих, хотя, вот, вот, в принципе, ну, может быть, для нами, посчитали, достаточно такого финансирования, обеспечивали. Ну, работать в третьей смене на такой фабрике, представляете ли, какая-то жуткая работа. Это же, это не только же мужчины, да, потом, в основном это женщины. В третьей смене, в двух часов до шести утра, ну. Подготовительного садика. А? Подготовительного садика. Хоть валяя, хоть в любом, это же шум, пар, пыль, в конце концов. Сколько, получается, сотрудников было? Тысячу-сто человек было, когда я начинал работать. Ну, примерно, там, текучка, пришли-ушли. Сюда, почему такое большое количество, сюда же входило коммунальное хозяйство, которое практически всю старую часть кухни охватывали, да? Там человек пятьдесят работало. Очистные сооружения наши, там человек пятьдесят работало. Там тоже кровь, все-таки, все посолковые истоки. Потом гладинские комбинаты огромных. Там работали. Ну, такие общественные организации там. То есть, по сути, градообразующие предприятия? Конечно, это бесспорно градообразующие предприятия. Вообще, вся история Кухмара, все практические люди, или напрямую, или косвию, в той или иной мере, связанные, у них жизнь связана с парой, с этой павликой. Или, на худой конец, дедушка у них тут работал, как бы. Да, или у меня, до сих пор. Бабушка. Бабушка, например.